Этот поединок превратился в русскую рулетку, а если точнее, в белорусскую. Поражение Скандинаву стало сенсацией, это еще мягко сказано. Похоже, тремя поражениями в групповом турнире белорусы усыпили бдительность блестящей, выглядевших на предварительном этапе шведов. Окончательную бою к Скандинаву быстрый гол Лидстриума, но на этом колыбельное для трек-рунер закончилось. Сборная Белоруссии, которой все прочили разгром, проснулась, и больше покоя на площадке у шведов не было. Шла восьмая минута, когда братья-славяне, игравшие втроем против четверых, отбросили шайбу Романову, и тот смачно вогнал ее под перекладину. А вскоре уже белорусская пятерка четко реализовала численное преимущество в два хоккеиста. Гол на счету Дудика, единственного в команде, кто играет на родине за клуб Гомель. Тем не менее, атаки Сундина и компания выглядели настолько мощно, что казалось похороны возникшей интриги вопрос времени. Время вышло на 11-й минуте второго периода, так, видимо, посчитали шведы, когда Нюландер, злашив в вираж, выкатился на пятачок и сравнял счет. Преимущество скандинавов достигло в эти минуты апогея, но голкипер белорусов Андрей Мезин решил устроить соперникам своеобразное поле чудес, где он крупье, а шведы поголовно банкроты. 44 броска отразил в итоге вратарь белорусов. Жалко, конечно, шведов, но я думаю, что мы достойны были своей игрой тоже выйти. Так ребята бились зубами, просто вгрызались в них, шайбу эту бедную, я не знаю, там от нее осталось, наверное, 5 копеек, наверное, все обгрызли ее, игроки наши. Так что я очень рад и за команду, и за страну, и за всех ребят. И вот заключительный период. В самом его начале Андрей Ковалев зрячий бросился под защитникой, и Том Месала не выручил. Счет 2-3, погнал шведов вперед. Сундин подкараулил ошибку соперника и ничья. Зрители уже мысленно начали готовиться к овертайму, когда белорусский защитник Копась, едва перейдя центр поля, что есть силы, швырнул шайбу в сторону чужих ворот. Мельку был столовой минуты, хотя с третьего периода все заблагодарили в вальску, что Месала и отскакивали в шведские ворота. 4-3, 4-3! Вот это момент, вот это развязка, легенда мирового хоккея. Том Месала и друзья! О, вот это да, вот это! Это просто фантастика! Володя Копоть бросает! Вот такие комментаторские эмоции Владимира Новицкого подарили белорусам на пару Копоть и Сало. В концовке шведы сняли своего вратаря и он, обливаясь слезами со скамейки запасных, смотрел за тем, как его товарищи тщетно пытаются спасти ситуацию. 4-3! Сборная Белоруссии сенсационно попадает в финал, оставив позади шведов с чехами. Как забил шайбу, хотел я ее забить. Если скажу, что да, никто не поверит. Перешел красную линию, бросил. Вратарь не знает, что он хотел сделать, или головой отбить, или что. Я думаю, что он просто растерялся и не знал, чем отбивать. Он сначала пошел головой, я думаю. А потом он решил вдруг ловушкой. Какие, конечно, это опасные штуки, когда начинаешь менять мнение. И бывает, не успеваешь за моментом. И вот она, я думаю, проскочила. Но когда я видел, что она уже там прыгала, я надеялся. Я уже сам готов был ее поддул туда и что так и не делал. Чтобы защитник, думаю, споткнулся там, не дотянулся. Ну, повезло, конечно, заскочила она. Спонсор программы «Неверсия».